я считаю что в гардеробе каждой женщины должна быть одежда на все случаи жизни я давно хотела себе зимний костюм чтобы гулять в холодное время кататься с горки я не знаю на ватрушках на санках гулять в парке зимой чтобы было тепло изначально у меня была такая идея что-то типа такого комбинезона а потом я подумала комбинезон зимой это же не очень удобно и решила что я буду шить отдельно брюки и отдельно куртку что-то типа вот таких вот вариантов поняли да ну что же идея есть будем работать над эскизом я нарисовала эскиз комбинезона изначально он выглядел вот так то есть это что-то очень узкое очень приталенное с капюшоном это реальные пропорции то есть не на длинноногих прямо по моим размерам но потом когда мысли ты возникла что это не очень удобно я решила что это будет куртка отдельно куртка и отдельно комбинезон куртка предполагалось что она будет приталенное вот так комбинезон выглядит сзади но опять же ходе работы над этим эскизом почему-то мне пришла в голову мысль что куртка не должна быть приталенная а более должна быть свободная и даже может быть слегка расклешенная книзу поэтому я пока сомневаюсь над выбором кроя куртки для пошива нашего комбинезона я выбрала вот такую вот курточную стежку она вот как лакированная но это не кожа это плащевка она уже на утеплителе но одного слоя недостаточно для нашей зимы поэтому я буду использовать вот такой вот шерстепон слой утеплителя шерстепон он не из синтетики здесь 50 процентов шерсти вот и на подкладочку из вискозы осталось сделать выкройку и сшить вперед итак если нам предоставлена картинка с рисунком изделия то нам необходимо было бы сделать технически рисунок но так как мой эскиз он нарисован на картинке и содержит все конструктивные линии все линии кроя то я могу его использовать как технический рисунок для работы я использую базовую основу построены по системе 10 мерок поэтому сейчас я обведу свою базовую выкройку на кальку и буду моделировать да совсем забыла вы же спросите а как же мерки но в данном случае у меня базовая основа уже построена по моим меркам как снимать мерки правильные какие нужны мерки для построения базовой основы смотрите в отдельном видео а сейчас продолжаем снимать выкройку начинаем с выкройки брюк обязательно ставим все контрольные точки а именно линию колена когда марки любит половинка вырезать модели 1 сейчас приступаем к моделированию убираем нашу базу она нам пригодится еще не один раз что нам предстоит сделать естественно базовая выкройка рассчитана на обычные брюки не на утепленные здесь изделия на синтепоне поэтому требуется увеличить свободу облегания как мы это будем делать мы разрежем выкройки по линии середины и раздвинем на два сантиметра этого будет достаточно для того чтобы мы свободно находились в брюков это первое так еще одна корректировочка которая нам потребуется мы должны здесь вот снизить линию сидения на полтора сантиметра тоже для удобства использования комбинезона вот 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 Итак, мы разрезали по линии стрелки, раздвигаем на 2 см и заклеиваем скотчем. Итак, мы расширили обе половинки, углубили линию сидения и теперь нам осталось сделать, как по техническому рисунку, контрольные точки для разрезов, в которые будет вставляться молния. Я хочу, чтобы у меня молния открывалась сантиметров на 30, поэтому от линии низа я ставлю контрольные точки, которые понадобятся мне при крое и шитье. Итак, основа брюк готова. Нам осталось смоделировать верхнюю часть, грудку и спинку. Теперь берем базовую основу лифа и делаем верхнюю часть комбинезона. Предположим, я хочу, чтобы у меня сзади спинка закрывалась на 10 см, а грудка была сантиметров на 25. Поэтому прямо на выкройке мы рисуем свои мерки от линии талии. Это линия середины переда, и по ней у меня будет отметка 25 см. То есть вот здесь закончится моя грудка. Теперь спинка. Она должна быть сантиметров 10. И теперь мы делаем плавную линию. Так. Примерно ширина грудки. Хочу, чтобы была... Ну пусть будет 20, если что, потом убавлю. 20 см. Ширина грудки. Ширина грудки 20 см. Соответственно, в половине отмечаю здесь точку. 10 см. И теперь через боковой шов мы делаем линию, как должна пойти у нас грудка. Если на примерке эта линия нас не устроит, мы можем с легкостью это все подкорректировать. Так, вот у меня получается такая линия. Теперь я обвожу боковые швы, и у меня остаются выточки. То есть нагрудная выточка, она все равно должна присутствовать, так как у меня очень высокая грудка. Поэтому мы нагрудную выточку пока оставляем на том месте, где она есть, а потом ее перенесем. Обводим талиевые выточки. И вырезаем то, что у нас получилось. Смотрите, что у нас получилось. Задняя тальевая выточка при разрезании у нас просто закроется. Поэтому у нас на верхней детали выточки не будет, а будет выкроена одна цельная деталь в спинке. Подписываем. Середина спины. Боковой шов. Вот это будет деталь в спинке. А теперь работаем с деталью полочки. Так, нет, вы знаете, 10 сантиметров для грудки малой. Давайте все-таки возьмем 13. 13. И построим линию вот отсюда. Так, и вот наша выточка получается целиком в этой области. И теперь мы эту выточку перенесем в талию, чтобы у нас сверху не было никаких швов. Когда мы перенесли грудную выточку в талию, у нас получился вот такой раствор талиевой выточки. Теперь еще один момент. Вот это середина переда. А у нас идет по переду застежка. Соответственно, мы должны прибавить на полузанос 2 сантиметра. После того, как мы прибавим сюда 2 сантиметра, мы должны сверить, что у нас получилось. То есть берем заднюю половинку и заднюю часть соединяем. И у нас получается, что даже если мы закроем здесь выточку, 2 с половиной сантиметра, у нас здесь 3 с половиной, на сантиметр больше. Итак, небольшая корректировка. Вот что значит, когда шьешь сама себе, и модель под рукой взял, померил и внес корректировки. То есть 2 сантиметра, на которые мы расширили передние и задние половинки брю, это очень много. В целом на изделие получится плюс 8 сантиметров. Это многовато. Поэтому, если мы сделаем расширение вот здесь по сантиметру, то наша выкройка в верхней части совпадет с выкройкой наших брючек. А вообще, вы знаете, я захотела сделать цельнокрояно заднее блатнище брюк и спинку. И также полочку соединить с передней половинкой брюка. Как говорится, хозяин-барин, вот в чем выгода индивидуального пошива. А еще выгодно шить самому себе. А теперь строим куртку. Опять же, та же базовая основа. Я уже на кальку обвела булочку и спинку. И пока до конца не вырезала, мы должны внести некоторые моменты моделирования. Во-первых, в базовой основе предусмотрена плечевая выточка на выпуклой спины. В данном случае в куртке мы эту выточку убираем. То есть мы выпрямляем линию плеча и откладываем ту мерку плеча, которая у нас была заложена в базовую основу. Соответственно, наша линия проймы теперь будет вот здесь. Итак, так как это все-таки зимняя куртка, кроме того, что она на синтепоне, она еще одевается наверх какой-то одежды, поэтому здесь нужно увеличить свободу облегания как минимум на 3 сантиметра. Каким образом мы это сделаем? От боковых швов каждую полочку и спинку мы увеличим на сантиметр. И аналогично так же, как мы делали в брюках, мы сделаем продольный разрез по всей выкройке и раздвинем ее на 2 сантиметра. Таким образом, каждая половинка спинка и полочка будет у нас увеличена на 3 сантиметра. Далее, пройма здесь тоже рассчитана под легкое платье, жакетики, поэтому ее нужно увеличить. Пройму увеличиваем так же на 3 сантиметра, опускаем вниз и дорисовываем. Вот у нас появилась новая пройма и новая ширина изделия. Далее мы это все вырезаем, подклеиваем и моделируем дальше. Так я подготовила спинку, я расширила ее в середине на 2 сантиметра и сантиметра добавила с краю. Углубила пройму на 3 сантиметра и убрала плечевую вытачку. Пока откладываем. Теперь, чтобы работать с передней половинкой, с полочкой, нам мешает вытачка. Для того, чтобы нам раздвинуть на 2 сантиметра в середине, переносим вытачку и несем боковой шов. Сделаем вот такой вот по косой линию, разрез и вытачку вот так вот закрываем. Получили вытачку уже в боковом шве. Еще один момент хотела вам сказать. Когда вы будете расширять полочку и спинку, соответственно, у вас в плече получится вот такая вот ступенька. Поэтому плечо мы выравниваем по крайним точкам, по краю плеча. То есть вот у нас наша новая линия плеча. И сверяем плечо передней и задней половинки. Они должны идеально совпадать, иначе при пошиве будут проблемы. Что мы сделали? Мы добавили колноты, свободу облегания в полочку и спинку. Увеличили пройну. Теперь нам нужно увеличить горловину. И определить, как у нас пойдет линия низа. Я выкрепку приклеила к столу, чтобы она не ерзала. Итак, вы помните, да, что я захотела сделать свою курточку разной длины. То есть спереди, короче, сзади длиннее и слегка расклешенную. Поэтому я хочу, чтобы у меня от линии талии она была сантиметров на 10. А сзади закрывала попу сантиметров от талии на 20. И теперь вот эту линию сначала мы соединим просто вот так. Плавно соединить. То есть мы переходим от прямой части. Через точку на боковых швах и сзади выравниваем. То есть чтобы спереди и сзади были не такие треугольники, а как бы такая вот плавная линия. Видна? Так, линию мы сделали. Теперь у нас будет капюшон. Да и если бы даже не было, то на зимней куртке нам нужно увеличить горловину. Потому что она здесь очень узенькая. Поэтому мы опускаем плечо на 5 сантиметров. По линии середины спины опускаем на сантиметр. Как бы по спинке слишком упускать не надо, будет очень сильно задираться вещь назад. И соединяем линию, нашу новую линию горловины. Вот наша новая линия ростка. Точно так же 5 сантиметров мы убираем спереди. И опускаем от точки, от еремной впадины. Ну давайте сантиметров на 2. Если этого будет мало при примерке, мы увеличим. И рисуем новую горловину. Получилась вот такая линия. Так. Да, мы еще тут забыли сделать карманы. И сделать раздвижку под слегка колокольчик. Сейчас мы это будем делать. Я обрезала низ. Теперь у нас спереди короче, сзади длиннее. Выточку мы оставляем на месте. Увеличила горловину и росток. Карман мы сделаем на примерке в том месте, где мне будет удобно. Теперь, что касается колокольчика. Я хочу, чтобы спереди она все-таки оставалась прямой, а сзади была на расширении. Ну вот так получилось. То есть вот здесь вот я раздвинула на 2 сантиметра. И здесь увеличила на 3 сантиметра. Вот такая получилась вот выкройка. Осталось сделать рукав и капюшон. Итак, вот он рукав на базовой выкройке. Мы его обводим, а потом моделируем. Вот наш рукав из базовой основы. Мы его также должны адаптировать под зимнюю одежду. Поэтому по центру мы разрезаем и раздвигаем на 2 сантиметра. И по бокам, в боковых швах тоже добавляем по сантиметру. Значит, мы раздвинули рукав на 2 сантиметра в центре и по сантиметру по бокам. И теперь, помните, мы еще опускали пройму. Мы опускали на 3 сантиметра, в рукаве опустим на 2 сантиметра. Лучше мы этот сантиметр потом подкорректируем, когда вметаем рукав в пройму. Итак, опускаем на 2 сантиметра и повторяем ровно такую же линию, как была. И срезаем. Для того, чтобы построить капюшон, нам нужны 2 мерки. Это сколько мы хотим, чтобы у нас был свободный капюшон. 80. И капюшон, чтобы тоже был свободен от виска до виска. 50. Записываем эти мерки и строим. Итак, мы сняли с вами 2 мерки. Это окружность от макушки до подбородка со свободой облегания. У меня это 80. 1,2 будет 40. И окружность от виска до виска. У меня 50. Половина будет 25. И строим такой квадрат, который имеет ширину 25, а высоту 40. Строим бисектрису угла и откладываем примерно 5 сантиметров. Находим середину верхней части и столько же откладываем вниз. И делаем вот такое вот скругление между этими точками. Это наша затылочная часть вырисовывается. Это наш верх. Теперь от нижней линии отступаем 7,5 сантиметров. У затылочной части и 1 сантиметр у лицевой части. От точки 7,5 откладываем 5 миллиметров и проводим косую линию. Теперь мы берем нашу спинку. Это середина спинки и вот эта середина спинки. И соединяем эти две линии, эти две точки. То есть высшая точка плеча у меня получилась вот здесь. я отрисовываю росток. От этой линии я откладываю полтора сантиметра и провожу вертикаль высотой 8 сантиметров. Соединяю точку, отложенную на косой и еще полтора сантиметра. Получаю выточку. Стороны выточки должны быть равны. То есть измеряем одну сторону и переносим этот размер на другую сторону. И делаем такую же плавную линию точку 1, которая у нас была отложена на лицевой части. Теперь мы хотим сделать форму капюшона не просто вот такой вот гладкой, а хотим сделать, чтобы он переходил на застежку. Поэтому здесь мы линию плавно продляем и вот это расстояние должно соответствовать горловине. Для этого мы измеряем сантиметровой лентой горловину. Получается 16 сантиметров. И от выточки откладываем такое же значение 16 сантиметров. Дальше соблюдаем вот здесь прямой угол и откладываем вверх ну примерно сантиметров 9. Это будет место у подбородка, где будет кончаться капюшон. И делаем плавной линией вот такое вот закругление. В принципе, наш капюшон готов. Но я не хочу делать шов по центру капюшона. Я хочу, чтобы сзади по капюшону была ровная полоска. Поэтому полоска где-то сантиметров 8. Поэтому по 4 сантиметра я откладываю и провожу линию параллельную линию затылка. то есть выкройка к капюшону будет за минусом 4 сантиметров. А потом будет выкроена полоска шириной 8 сантиметров и соединена с этой деталью капюшона. Дальше еще мы должны проложить линию под кулиску. 2 сантиметра будет достаточно. Здесь у нас будет проходить строчка и вставляться шнурок. Вот и все. Наш капюшон готов. А теперь давайте подведем итог. Что мы подготовили? Задняя часть брюк соединенная с частью спинки. Передняя часть брюк также соединенная с грудкой. Выточка будет сшита вот так. Дальше сама куртка. Мы сделали спинку и полочку. Увеличили пройму, увеличили горловину, расширили, сделали колокольчиком и фигурный вырез по низу. Дальше мы смоделировали рукав, расширили его и, соответственно, увеличили пройму. И заключающим с моделированием был наш капюшон. Вы скажете, зачем так заморачиваться? Можно сделать, купить или где-то взять в журнале готовую выкройку, а вообще можно купить и готовую вещь. Но не всем подходят стандартные размеры. Например, на мой рост, метр пятьдесят восемь, модели, которые продаются, они совершенно не подходят. Потому что я одеваю брюки, а они на мне висят, как шаровары. А куртки, соответственно, ни в талии, ни в плечах не садятся. Поэтому я делаю выкройки сама, шью одежду сама и ношу то, что мне нравится. И желаю вам всем того же. Таким образом можно смоделировать любую выкройку от любой базовой основы. Если у вас нет базовой основы, напишите в комментариях, и я вам пришлю. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новости. До скорых встреч! В следующем видео мы сделаем макет, примерку и, собственно говоря, сошьем этот костюм. Не пропустите! До свидания!